девочки тесто у меня отдохнуло на рабочем столе вдруг не знаю как вы замесите кто вначале кто как бы впервые пробует пусть будет у вас мука просеянная готова посмотрите в этом тесте абсолютно тот час даже мука не нужно но чуть-чуть подпылять конечно можно то тесто которое я провисела замесила поделила я на две части дальше размер смотрите девчонки размер этих хинкали если маленькие вы делаете они конечно их есть бывает вот возьмете хинкали и 1 1 2 раза укусили и все съели когда на 3 уже это знаете некрасиво как вы выходит поэтому я сейчас вот весы тоже если вдруг кому-то нужно чтобы точно точно сейчас будем смотреть с вами по граммам сколько вот примерно я вот так вот выдавливая даже ножиком не пользуюсь вот так вот довольно тугое сейчас посмотрим на глаз я сейчас их насколько они будут разниться вот так выдавливаем не у всех же есть весы чтобы примерно мы знаем довольно тугое тесто трудно выходит на глаз девчонки если нету весов смотрите на глаз пусть первый раз будут если чуть побольше вышли ничего страшного пусть будет побольше каждый раз мы уже учимся все я вам сейчас сперва проверим мой глаз точность так другую часть теста под полотенца кухонная так смотрим 89 93 85 99 92 85 87 88 вот это сам 63 это самый вот меньшее что было вот примерно чуть-чуть убираем 70 78 78 78 85 79 79 79 девчонки смотрите даже вот пределов 100 грамм 70 вот примерно смотрите сейчас я вам вот это 101 грамм здесь смотрите руки тоже конечно у всех тоже разные бывают вот смотрите на пальчики ложите и примерно вот без весов не знаю еще как вам объяснить на глаз все нужно 100 где-то 100 грамм это ничего страшного просто начинки у вас идет побольше вот эти 78 штучек сейчас я вам покажу девчонки сперва как их начинять не спеша первое видео я нажала не правильно как обычно накрываем пока другие начиняем накрываем то что приготовили тоже начинять и укрываем у нас должна быть большая кастрюля должна быть с водой смотрите даже нету ни грамма муки хорошо раскладывается смотрите то что у вас больше вышло их тогда собирают вот эти верхушки их можно убрать лишнее поэтому ничего страшного в этом нету не бойтесь раскатываем сейчас я 3 хотя бы 4 раскатаем вообще не нужна мука вообще не нужна мука еще еще есть через чур да забили вы тесто да получилось когда вы закрываете чтобы закрылась хорошо еще маленькую пиалочку водички можно налить и пальчики окунаем в воду и вокруг этой лепешки смазываем чуть-чуть водички это мы по ходу будем сейчас смотреть нужно нам это или не нужно совсем посмотрим посмотрим берем большую столовую ложку с горкой ну почти две столовые ложки будет хорошо руки тут даже я думаю масло не надо смотрите это скорее всего у меня большая лепешка вот так вот собираем 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 лепешка лишнее вот смотрите видите девочки лишние вот это отрезаем так отрезаем лишнее полотенце и вот так вот закрывая не знаю правда или нет грузины говорят вообще не едят вот это вот этот кончик смотрите я сюда добавила два яйца некоторые вообще не добавляет два яйца добавила почему если заморозим смотрите вот так вот чуть-чуть пусть и это тесто тоже не не пропадет можно будет съесть вот так вот открывать его внутри чтобы оно не было таким комочком и потом вот так вот так вот и собираем так дальше давайте вот так вот одна столовая ложка собираем если мы вот эти захлёсты хотим побольше сделать смотрите тогда вот вот так вот рядышком рядышком побольше захлёстов если хотите собираете гармошку вот эти побольше должно быть захлёсты то что приподнимается вот так вот вниз так собираем крепко собираем надо сильного прижать вот это чтобы здесь раскрытия не было потому что мы это будем варить вот тут совсем немного оказалось хвостик небольшой вообще не буду убирать мы же замеряли смотрели некоторые 80 грамм все на глаз девочки все на глаз не бойтесь где-то много где-то меньше если начинки хотите поменьше добавляйте ложку и то что у вас после сбора осталось тесто большое это выбираем вот так вот если хотите маленький делать собираем девочки смотрите собираем захлёст собираем то что приподнялось при сборке туда вниз пальчиком и зажали зажали вот здесь получилось много то что много срезаем тесто не выкидываем под полотенце главное чтобы начинка была вкусная главное чтобы они не развалились а почему я я яйца добавил чтобы все таки без вас например вы заморозили да даже ваши родные не боялись вдруг переварят там яйца они не разварятся так сильно но то что как вы закрепите это зависит от вас вот именно как вы закрепили это от вас зависит поэтому яйца добавлять чтобы не переварилась не было тесто такое знаете переваренная мягкая захлёст 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 чем больше захлёста хотите тем больше складок вот так делаете собираете собираете грузинские бабушки говорят внукам вообще не дают пугается когда внуки едят вот этот кончик их парят 20 минут боятся что тесто будет сырое поэтому боятся говорят что съедают именно вот эту верхушку но с нашим тестом куда мы добавили яйца мы свободно можем 20 минут проварить я думаю даже 30 минут ничего с ними плохого не случится не разварятся не разварятся тоже ответы тоже зависит на сколько у вас будет 15-20 или быстро после закипения закипела вода 20 минут грузинском рецепте пишется что я буду использовать добавлять сюда в конце при готовом блюде почищу чеснок растоплю сливочное масло в микроволновке или на плите можно растопить в блюдо выложу тинкали и в пиалке с чесноком перемешаю чеснок и масло сливочное растопленное и сверху этим полью вы можете как вы предпочитаете можете сделать пожарить томатную пасту сливочным маслом с чесноком это будет томатное на свое предпочтение можно со сметаной с чесноком можно без чеснока это зависит выйдете ли куда-то в свет или нет смотрите девочки еще как вы начинаете начинаете с концов видите вот так вот с концов вот так вот смотрите вот так чем больше прихлёстов тем у вас ажуры будет больше потом вот так вот выталкиваем вниз все вот так вот собираем мясо которое поднялось его вниз пальчиком как оттолкнули вниз и собираем крепко-крепко прижимаем это очень важно что до хинкали не развалились ну вот девочки я 6 штук тут налепила не знаю видно вам давайте седьмом счет седьмом счет абсолютно мука не понадобилась и вода не понадобилась все пропорции теста оказались отличными ничего не понадобилось вдруг вам понадобится не бойтесь смотрите девочки или вы заветрили да это тесто да вот не успели там вот так вот пальчиком водичку и вот так вот края обветренные края которые вы будете закреплять вот так пальчиком водичкой если у вас это тесто завет вот так вот исправляем нашу ошибку ничего страшного нет девчонки не бойтесь готовьте проверяйте какая разница в мантах и хачапури в мантах обычно если не полениться используют рубленое мясо здесь должно быть мясо обязательно должно быть прокрученное через мясорубку они у меня не получились маленькими они получились довольно большие я хотела еще поменьше но для начала пойдет сейчас они ждут ну все девочки сейчас я к вам вернусь буду отваривать и покажу вам как отварю и как залью маслицем так девчонки в кастрюле вода у меня кипит сейчас будем отправлять их в воду их надо варить в этой большой кастрюле у меня столовая ложка соли не полная не полная не полная и 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 поднимаем чтобы проверить не привыкли не прилипли ли они на дно туда еще одна штучка поместится все у меня кастрюля по-моему здесь 10 литров сейчас варим 20 минут девчонки вот готовы финкали это у меня чесночный со сливочным маслом чеснок чуть-чуть водичка вот такой вот соус здесь свежий помидор на кубике порезанный чеснок и петрушка вот такой вот два соуса на ваш вкус в следующий раз я буду готовить их намного меньше девочки готовьте на здоровье всем вам приятного аппетита кто ужинает ас-саламу алейкум арахматулах и баракат вот 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 вот